50 миллиардов. Вот, например, ваш сосед. Он же где-то тут живёт? Вы же часто его на улице встречаете? Не очень. Ладно, его состояние 50 миллиардов долларов. Плюс-минус. Не уверен, понимаете ли вы, как это много? Не думаю. Нет, уверен, что нет. Я вам скажу. Скажу, насколько он богат. Во-первых, я пленён фактом того, что святой покровитель всех ботаников ещё и самый богатый человек в мире. Это уже другой мир. Когда-то люди богатели только на нефти и стали, а это ботан и самый богатый человек. Но я провёл расчёты. Вот иду я по улице. У меня есть работа, зарплата, свой дом. И вот я иду и вижу монетку. И у меня вопрос, что это должна быть за монетка, чтобы было не лень её поднять. Логично? Учитывая, что у меня есть работа и собственный дом. Итак, цент? Нет. Пусть лежит. Пять центов? Нет. Нет. Десять центов? Если я не спешу, то я их подниму. Двадцать пять? Можно заплатить за парковку, химчистку, да и вообще пригодится. Его я точно подниму. Для меня эта граница пролегает между десяткой и двадцатью пятью центами. И я подумал, что если применить этот метод к Биллу Гейтсу и задаться вопросом, сколько денег должно валяться на улице, чтобы Билл Гейтс остановился и поднял их? 45 тысяч долларов. Вот сколько. 44 тысячи? Нет, я слишком занят. Берите, кто хочет. У меня дела. Вот настолько он богат, если вы не знали.